Здравствуйте, с вами Кик, и в сегодняшнем выпуске вас ждет Тесла, которая кажется немного жульничает и специально настраивает свои авто для прохождения краш-тестов на все 100. Эптера, показавшая гамма-прототип электромобиля, который проезжает 65 километров в день на солнечных батареях. Робот Мистер Бах, который позаботится о падающих людях. Дарпа, которая разрабатывает прыгающий вверх дрон для военных. И аварийный пуск ракеты New Shepard, который закончился отстрелом обитаемой капсулы. Все это и многое другое прямо сейчас. Поехали! Начнем мы сегодняшний выпуск с автомобилей Тесла, которые уже давно показывают себя великолепно в различных краш-тестах. А Model Y на днях стала самым безопасным автомобилем среди когда-либо протестированных комитетом Euro NCAP. В тесте Euro NCAP проверяется лобовое столкновение, боковое столкновение и удар сзади. Функции безопасности для детей и насколько серьезными могут быть травмы пешеходов и велосипедистов. Также тестируются вспомогательные функции безопасности, такие как удержание полосы движения, помощь при превышении скорости, мониторинг состояния водителя и системы предотвращения столкновений, автономное экстренное торможение и предупреждение о лобовом столкновении. По словам представителей Тесла, факторы, способствовавшие получению высокой оценки, включают в себя технологию изготовления задней части днища в виде одной большой детали и усиленный аккумуляторный блок, который обеспечивает огромную прочность, помогая поддерживать целостность отсека. Компания также указывает на подушки безопасности в середине салона, которые раскрываются между передними сидениями, помогая пассажирам избежать травмы. Но оказывается не только в этом дело. И есть вероятность, что такой успех является частично подстроенным. В коде ПО Тесла обнаружили недавнее добавление данных, связанных с NCAP. Это австралийский комитет, который проводит краш-тесты автомобилей. При этом в коде до этого уже были упоминания Euro NCAP и Korea NCAP. Учитывая, что Тесла сама предоставляет специалистам соответствующих структур свои авто, есть вероятность, что она каким-то образом настраивает ПО для таких случаев. А ведь современные краш-тесты учитывают в том числе возможности систем помощи водителю. Конечно, пока обвинять в чем-то Тесла нельзя, так как неясно, что именно имеется в коде ПО компании. Но как минимум в NCAP уже взялись за расследование. А вот на автошоу Fully Charged Live 2022 в калифорнийском Сан-Диего был представлен прототип электромобиля Eptera Gamma, оборудованного солнечными батареями. Серийное производство машины намечено на будущий год. Уже оформлено 30 тысяч предварительных заказов. Серийная версия Eptera Gamma может обеспечивать себе до 65 километров запаса хода в день без подключения к внешним источникам энергии, используя только солнечные батареи. Машина предложит полный запас хода до 1600 километров. Этому способствует энергоэффективный электродвигатель форма кузова с повышенными аэродинамическими показателями, а также легкие композитные материалы, из которых она изготавливается. Компания Eptera Motors появилась еще в начале 2000-х годов. Тогда она называлась Accelerated Composites. Но в 2011 году у нее закончились средства, а перезапустить проект под новой маркой удалось только в 2019-м. К концу 2021 года производитель завершил первую стадию тестирования прототипов и запустил вторую. В конце марта этого года первые экземпляры Eptera Gamma вышли на испытания на дороге общего пользования. Один из последних прототипов электромобиля был продемонстрирован на автошоу Fully Charged Live 2022 в Сан-Диего в минувшие выходные. Помимо футуристического дизайна, посетители мероприятия приятно удивили двери, открывающиеся по стуку по кузову, а также просторный 708-литровый багажник. Прототип действительно является одним из последних перед запуском полномасштабного серийного производства, которое должно стартовать на новом заводе в калифорнийском Карлсбаде уже в следующем году. На солнечный электромобиль Eptera Gamma оформлено более 30 тысяч предварительных заказов. Компания также заручилась поддержкой многочисленных партнеров. ELEV будет поставлять электродвигатели и в Energy аккумуляторы, а Red Viking обеспечит технологическую поддержку промышленного производства. Оформить предзаказ можно за 100 долларов, а базовая версия с запасом хода 400 километров обойдется в 26 тысяч баксов. Дизайнер же Марк Шнайдер из Японии пофантазировал на тему того, каким бы мог получиться гиперкар Тесла, если бы Илон Маск решил оснастить его ракетными двигателями Raptor компании SpaceX. У него получился двухтонный электрокар Тесла SpaceX Model R с разгоном до сотни за 1,9 секунды и за предельной максимальной скоростью. Идею Тесла SpaceX Model R отметили в Interesting Engineering, назвав концепт одним из самых интригующих фан-проектов. Экстравагантный ракетный электромобиль разгоняется до 467 километров в час при кратковременных пиковых нагрузках и до 526 километров в час в случае перекомпоновки железа в более гоночный вариант. Отличительной чертой спроектированного авто можно назвать высокую степень изменяемой прижимной силой, благодаря уникальным усилителям над каждой осью. Это улучшает сцепление покрышек с дорогой и тем самым положительно сказывается на маневренности, торможении и разгоне автомобиля. Вес Тесла Roadster с ракетными ускорителями составляет 2170 килограммов. Предполагаемый запас хода – 510 километров при максимальной мощности 115 киловатт-часов. Тем временем чешский энтузиаст Томаш Ваймазл сумел портировать на Apple Watch классическую Quake. Теперь в олдскульный шутер можно поиграть прямо на маленьком экранчике часов, правда это очень неудобно. Устройства ввода получились на любителя, например камеру по вертикали можно двигать при помощи заводной ручки, а микроскопические кнопки перемещения выведены прямо на тачскрин. Но при желании можно пользоваться гироскопом, наклоняя экран в нужную сторону. При этом игра запускается в разрешении 640 на 480 и 60 кадров в секунду, либо 1024 на 768 с пониженной частотой кадров. Увы, шутер нельзя скачать из мобильного магазина приложений Apple. Для установки потребуется собрать исходник самостоятельно и залить его на часы. Инструкция по сборке есть на GitHub автора. Инженеры из Сингапурского технологического университета Наньян NTU и больницы Тан Ток Сенг разработали мистера Баха или Mobile Robotic Balance Assistant – вспомогательного робота, предотвращающего падение человека во время ходьбы. Машина поможет пожилым и реабилитирующимся людям в процессе тренировок и даже в повседневной жизни, исключив травмы от потери равновесия. Мистер Бах состоит из колесной базы с питанием от батареи, которая соединена с мягким ремнем безопасности, надетым на бедра пользователя. Когда человек идет, робот плавно и без задержек следует за ним. С помощью камеры с датчиком глубины и прочих сенсоров он своевременно обнаруживает предвестники внезапной потери равновесия со стороны пользователя. Когда это происходит, мистер Бах замирает и удерживает ремни на месте, предотвращая тем самым падение человека. Еще робот может идентифицировать идиомоторные движения, связанные, например, с сидением, вставанием и стоянием на месте. Все эти намерения он также помогает осуществить. В ходе тестирования технологии MRBA задействовали 29 добровольцев, перенесших инсульт, черепно-мозговые травмы и повреждения спинного мозга. Устройство доказало полезность в повседневной деятельности и за весь период испытаний ни один из участников не упал. Скорее всего, технология будет коммерциализирована в 2023 году. Полетели дальше, а полетов сегодня будет много. Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США DARPA работает над программой Ancillary — летательного аппарата вертикального взлета и посадки для использования в зонах без авиабаз и прочей инфраструктуры. «Возможность бойцов запускать и возвращать такие системы в сложных условиях без наличия инфраструктуры минимизирует требования к персоналу, стоимость и уязвимость в ходе военных операций», заявил Стив Командино, руководитель программы Ancillary. По его словам, летательный аппарат, созданный на базе Ancillary, потребует передовых технологий в области теории управления аэродинамического моделирования и двигательных установок для решения задач проектирования. Министерство обороны США заключило контракты с аэрокосмическими разработчиками Rocket Lab и Sierra Space. В рамках соглашений компании изучат возможность использования своих разработок в качестве элементов космической транспортной системы по доставке грузов и пассажиров в другую точку Земли через орбиту. Rocket Lab и Sierra Space договорились о сотрудничестве с американскими военными через программу CRADA. Последняя была создана для взаимовыгодного сотрудничества между государственными компаниями и частным сектором. Первые получат новые технологии, а вторые — финансирование на коммерциализацию своих проектов. Контракты упомянутых компаний принадлежат транспортному командованию США, US Transcom, дочернему агентству Министерства обороны. В соответствии с соглашением, Sierra Space и военные будут совместно изучать перспективы использования в своих целях гиперзвукового самолета Dream Chaser. Этот аппарат пока, как и ракета Neutron, находится в стадии разработки. Военные ожидают, что Dream Chaser сможет выполнять не только грузовые, но и пассажирские миссии. Rocket Lab будет заниматься примерно тем же самым. Разница заключается в том, что компания разрабатывает не сами корабли, а ракеты-носители. Одна из них — Electron — неоднократно добиралась до космического пространства, в том числе с коммерческими грузами, а вторая — Neutron — пока находится на стадии предполетных испытаний. Сроки реализации соглашений между Rocket Lab, Sierra Space и Минобороны не раскрываются. Что интересно, оба соглашения Rocket Lab и Sierra Space также являются частью более крупного проекта — Rocket Cargo — от ВВС США, запущенного в июне прошлого года. Его идея заключается в том, чтобы завоевать первенство в освоении космических грузоперевозок. Частная космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin была вынуждена прервать непилотируемую миссию NS-23 после того, как с ракетой New Shepard произошла неустановленная авария. Ракета New Shepard стартовала в 10.26 по местному времени с частного космодрома в Западном Техасе. В капсуле Blue Origin, предназначенной для астронавтов, на этот раз было исследовательское оборудование NASA. Вскоре после взлета при достижении максимального мгновенного давления возникла неисправность, в результате которой капсула отделилась. Компания подтвердила аварию в Твиттере, отметив, что аварийная система отработала как положено. Позже появилось сообщение о падении носителя на Землю и отсутствии повреждений. Рассуждать о причинах аномалии сейчас бессмысленно, написал редактор Эрик Бергер из Ars Technica. Если бы на борту капсулы Blue Origin были бы люди, их бы серьезно тряхнуло, но, скорее всего, они остались бы живы и здоровы. Напомним, Blue Origin – компания, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, которая не так давно начала отправлять на границу с космосом туристов и исследователей. Пятый пилотируемый полет состоялся в июне этого года. И на этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Следите за техно-новостями и в нашей телеге, и в ВК. Ссылки мы оставили в описании. Мира вашему дому.